Тверские улицы после очередного осеннего ливня ушли под воду. На этот раз в поле зрения нашей съемочной группы оказались Санкт-Петербургское шоссе в Заволжском районе и улица Трудолюбия в Центральном. Прохожим приходится приложить усилия и включить смекалку, чтобы преодолеть огромные городские лужи. Получается ли у жителей Твери выйти сухими из воды, выясняла наш корреспондент. Лужи на Санкт-Петербургском шоссе издалека похожи на озеро. Прохожие седают, что пройти здесь после очередного дождя невозможно. Только перепрыгнуть или обойти отнюдь неближними путями. Буду перепрыгивать. Сложно? Конечно, в моем-то возрасте. Автомобилисты, переплывая водоем, рискуют оставить на его дне номерные знаки и другие части кузова. Тротуар тоже тонет и явно непригоден для того, чтобы ходить по нему в чистых кроссовках. Там обойдем. Да, в чистых тапочках. Они уже испачкались. Давно тихо? Ну, еще вчера тоже была примерно до сюда. То есть каждый раз, когда дождь идет, она примерно такая большая и получается. На переулке Трудолюбе у дома 35 тоже водоем. Здесь ситуацию сугубляет и разрытие в самом сердце оживленного перекрестка. Вокруг него тоже после очередного ливня собралась вода. Как здесь ходить прохожим – большой вопрос. Их потеснили автомобилисты, которые вынуждены объезжать раскопанную теплотрассу прямо по тротуару. Проблема подтопления актуальна для всех районов города. Каждый ливень – как удар по кровоточащей ране. Мы поинтересовались у специалиста в области дорожного строительства Александра Кручкова, откуда взялись эти лужи на улицах. Как предполагает эксперт, причина у всех этих проблем и на Санкт-Петербургском шоссе, и на переулке Трудолюбия одна. Если были сделаны организованные ливни истоки здесь после строительства дорожек соответственных, и соответствующие уклоны были соблюдены в естественные истоки, то ее бы здесь не было. А так образовалась здесь яма. Просел асфальт, может быть, так сказать, есть. Или сделали неорганизованную. Она и есть, и будет стоять до тех пор, пока ее не сделают организованные водоотводы здесь. Ремонт теплотрассы среди оживленного перекрестка усугубил ситуацию, но не стал причиной потопа. Как сказал эксперт, улица расположена на низшей точке. В Тверской генерации пояснили, что на данный момент ведутся работы по восстановлению труб. Дорога будет приведена в порядок в кратчайшие сроки, но точной датой пока не называют. Наш телеканал будет следить за развитием событий.